Визит на этой неделе министра обороны Израиля в Азербайджан можно считать историческим и жизненно важным, так как это первый визит Авикдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны Израиля. На современном этапе дружеские и доверительные узы сотрудничества и партнерства двух стран представляют подлинную и настоящую модель для многих государств мира. В самые трудные моменты Азербайджан и Израиль всегда рядом друг с другом. Одна из важных причин крепкого партнерства – человеческий фактор. Долгая и тесная братская дружба между азербайджанцами и 25-тысячной еврейской общиной, проживающей на территории Азербайджана более 2,5 тысяч лет. Уровень политического диалога и доверия между лидерами стран на самом высоком уровне. Однако не всех радует крепкое стратегическое партнерство двух государств, заявил итогом недели израильский эксперт в области международных отношений Арье Гуд. Абигдор Либерман является одним из очень влиятельных политических тяжеловесов израильской политики. Его очень уважают среди друзей и противников. Все прекрасно понимают, что Либерман – это бескомпромиссный, но очень прагматичный политик. Долгие годы он был министром иностранных дел государства Израиль. И именно при Либермане необходимо это отметить. Именно внешнеполитическая концепция Либермана превратила Азербайджан в очень важного геополитического партнера Израиля на Южном Кавказе. Я думаю, его стратегия оправдывает сегодня себя. Необходимо отметить, что наряду с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, именно нынешний министр обороны Израиля Абигдор Либерман является одним из архитекторов Азербайджана-Израильского стратегического партнерства. Первый официальный визит Абигдора Либермана в Азербайджан в качестве министра обороны государства Израиль и его добродушная, искренняя встреча с политическим руководством Азербайджана, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гацанова, это важный исторический шаг и новый этап в развитии отношений, развитии и укрепления отношений между Азербайджаном и Израилем в политической области и в плоскости военно-стратегического сотрудничества. Необходимо понимать, что у Азербайджана-Израильского стратегического партнерства, конечно, есть завистники, есть страны, которые раздражают военно-стратегическое, политическое, экономическое партнерство между Азербайджаном и Израилем. Одной из таких стран, которые раздражают и которые завидуют Азербайджану-Израильскому стратегическому партнерству, является республика Армения, которая оккупировала 20% территории Азербайджана и в результате агрессии 1 миллион беженцев сегодня находятся на территории Азербайджана. В этой ситуации хочу напомнить, что последние события апреля 2016 года и военно-стратегическое партнерство между Азербайджаном и Израилем полностью изменило стратегический и военный баланс сил в регионе, в результате которого и последние события апреля 2016 года азербайджанская армия уничтожила передовые колонны армянской оккупационной армии на территории оккупированного Нагорного Карабаха и семи прилежащих районов Азербайджана. Поэтому с этой точки зрения совершенно понятна антиизраильская истерия, антисемитская истерия, которая сегодня есть в Армении и понятно, что Армения постоянно критикует Азербайджана-израильское стратегическое партнерство. Но необходимо напомнить, что именно Азербайджан и Израиль выбрали себя друг другу партнерами. Именно они определяют уровень своего стратегического партнерства. И ни одна страна в мире не имеет права вмешиваться в дела этих стран, и ни одна страна в мире не сможет разрушить крепкое военно-стратегическое, политическое, экономическое и человеческое сотрудничество между Азербайджаном и Израилем. Касаясь отношений Азербайджана и Израиля, отмечу, что позиция Израиля по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта остается неизменной. Правительство этой страны поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а также шаги, направленные на мирное решение проблемы, тем самым вызывая еще большую неприязнь армянской стороны к еврейскому народу.